Позднеев Николай Матвеевич, русский советский художник, живописец, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Биография Позднеев Николай Матвеевич родился 28 сентября 1930 года в Ленинграде. Отец будущего художника преподавал математику в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. После начала Великой Отечественной войны Позднеев с матерью и старшей сестрой был эвакуирован на Урал. В 1946 поступил в СХШ при Лишсем и Е. Репина, занимался УВА Горба и М.Д. Бернштейна. В 1950 после окончания СХШ Позднеев был принят на первый курс живописного факультета Лишсем и Е. Репина, занимался Уадеблера Е. Табаковой Амельникова В. Анисовича. В 1956 году Позднеев окончил институт по мастерской профессора Виктора Орешникова с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа «Картина из школы» в настоящее время в собрании Псковской картинной галереи. В одном выпуске с Позднеевом института кончили Сергей Буров, Ленина Гулей, Музы Дегтярева, Энгельс Козлов, Ярослав Крестовский, Алексей Кудрявцев, Шаймеламут, Петр Назаров, Анатолий Ненартович, Юрий Опарин, Василий Орешкин, Всеволод Петров, Маслаков, Федор Смирнов, Леонид Фокин, Захар Хачатрян и другие молодые художники, ставшие впоследствии известными живописцами. Дружеские отношения и тесное творческое общение со многими из них Позднеев сохранит на долгие годы. После окончания института Николай Позднеев пишет картины по договорам с художественным фондом. Одновременно работает творчески и пробуя себя в разных жанрах. С 1956 года участвовал в выставках экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Уже первые показанные самостоятельные работы, привезенные с академической дачи, обратили на себя внимание самобытной хлесткой манерой письма и особым видением цвета. В 1957 году за серию пейзажей «Зимой лодки» на Анеге, показанных на юбилейной всесоюзной художественной выставке в Москве, Позднеев был удостоен диплома второй степени Министерства культуры РСФСР. В этом же году его принимают в члены Ленинградского союза художников. Известный искусствовед Иль Никифоровская в статье, посвященной юбилейной выставке ленинградских художников 1957 года в ГРМ, выделяет картину Позднеева на Анеге как одну из лучших работ выставки, написанную с большим вкусом. Произведения конца 1950-х – первой половины 1960-х годов выдвинули Николая Позднеева в число ведущих ленинградских живописцев. Среди них работы «Весна», «Весной пекарня», «Через реку», «Весенний этюд», «Грибы», «Натюрморт», «Весной», «Кишарина», «Весенний день», «Летом», «Зачтением», «Летом», «Наташа в коляске», «Северный базар», «Домик у дороги», «Бабушкин дом», «Лето уже», «Весна», «Крыльцо», «Осенний день», «Корзинки», «Листопад», «Натюрморт в траве», «Полочка», «Снегери», «Копченая вобла», «На лужайке», «У бабы Саши», «Рябина» и другие. В них художник раскрывается как и талантливый колорист, обладавший редким природным чувством цвета. Его творческую манеру отличает мощное широкое письмо, энергичный раздельный мазок и корпусная кладка краски, свежесть и непринужденность композиционных решений и артистизм исполнения. Другой не менее существенной особенностью работ Николая Позднеева была их оригинальная смелая компоновка. Художник обладал редким даром бытового композитора и колориста. Кажется, все, что его окружало, любую вещь, предмет интерьера или бытовую сцену он с легкостью мог превратить в оригинальный и глубокий поэтический образ. В 1960-1970 годы Николай Позднеев совершает поездки в Кандалакшу, по Уралу и реке Чусовой Павятки. Работает в домах творчества художников «Горячий ключ», «Старая Ладога», «Академичиак» и «Дача». Но теснее всего его недолгая по-своему драматическая судьба была связана с живописными окрестностями Вышнего Волочка, деревней Городок, где жила семья его жены Веры Васильевны с расположенными по соседству деревнями подул новое старое Кочище, Валентиновка, Кишарина. Здесь он ежегодно работает с конца 1950-х годов рекам, ста и озера Мстина, раскинувшиеся по его берегам деревни. Здесь он не только писал свои многочисленные тюды и картины, но и находил живое творческое общение с близкими по взглядам на искусство, художниками, москвичами и ленинградцами, во множестве заселившими эти места в 1950-1960 годы. В 1967 году художник был удостоен медали Всесоюзной художественной выставки, посвященной 50-летию советской власти. В многочисленных бытовых натюрмортах, жанровых сценах Николай Позднев передал неповторимые ощущения эпохи простых человеческих отношений. Как и сам мастер, его искусство было добрым и бесхитростным, исполненным оптимизма, иногда ироничным, говорило о полноте жизни. Среди известных произведений, показанных на выставках в конце 1960-х и в 1970-е годы, работы перед Путиной, на кухне, в мастерской, чаепитии, до моря, натюрморт с луком, натюрморт, овощи, дома, весенний этюд, дома, зимний пейзаж, Баренцево море, на сопке. Николай Матвеевич Позднев скончался 10 июня 1978 года в Ленинграде в результате несчастного случая на 48-м году жизни. Его произведения находятся в Государственном русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, США, Японии, Германии и других странах. Галерея, выставки, источники, 1917-1957, выставка произведения ленинградских художников, Л. Ленинградский художник, 1958, Никифоровская и. Итоги большой творческой работы «Вечерний Ленинград», 1957, 10 октября, Бродский В. Жизнем утверждающий искусство, Ленинградская правда, 1957, 11 октября, Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Каталог М. Советский художник, 1957, С. 60 прытков В. Новые работы советских пейзажистов, Искусство, 1958, Номер 2, С. От 19 до 28, Осенняя выставка произведений ленинградских художников, 1958 года. Каталог Л. Художника РСФСР, 1959, С. 22. Выставка произведений ленинградских художников, 1960 года. Каталог Л. Художника РСФСР, 1963, С. 15. Выставка произведений ленинградских художников, 1960 года. Каталог Л. Художника РСФСР, 1961, С. 33. Республиканская художественная выставка, Советская Россия. Каталог М. Советский художник 1960 С. 65. Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог Л. Художника РСФСР 1964 С. 32. Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог Л. Художника РСФСР 1962 С. 22. Ленинград Зональная выставка Л. Художника РСФСР 1965 С. 42. Буткевич от находок к открытиям заметки с выставки Ленинград. Советская культура 1964-26 декабря. Каталог Весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л. Художника РСФСР 1970 С. 25. Третья Республиканская художественная выставка Советская Россия. Каталог М. Министерства культуры РСФСР 1967 С. 44. Каталог произведений художников Российской Федерации, переданных в дар организациям и учреждениям культуры М. С. Х. РСФСР 1972 С. 82. Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. Л. Художника РСФСР 1972 С. 18. Богдана Файярши. Показывать жизнь. Вечерний Ленинград 1971. 1971. 21 декабря. По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50-летию образования СССР посвящается. Каталог Л. Художника РСФСР 1974 С. 21. Наш современник. Третья выставка произведений ленинградских художников 1973 года. Каталог Л. Художника РСФСР 1974 С. 11. Натюрмурт. Выставка произведений ленинградских художников 1973 года. Л. Художника РСФСР 1973 С. 12. Богдана Файярши. Но и глубже. Вечерний Ленинград 1973. 25 декабря. Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог Л. Художника РСФСР 1974 С. 9. Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог Л. Художника РСФСР 1980 С. 22. Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки Л. Художника РСФСР 1976 С. 27. Выставка произведений ленинградских художников. Посвященная 60-летию Великого Октября. Л. Художника РСФСР 1982 С. 19. Справочник членов Союза художников СССР. Том 2 М. Советский художник 1979 С. 216. Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954-1958 годы М. Советский художник 1981 С. 248-25-637-638-75-355-4-9. Псковская картинная галерея. Искусство годов М. 1992 С. От 3 до 5. Ленинградские художники. Живопись 1950-1980 годов. Каталог СПБ 1994 С. 6. Этюд в творчестве ленинградских художников. Выставка произведений. Каталог СПБ 1994 С. 6. Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог СПБ 1995 С. 6. Живопись 1940-1990 годов. Ленинградская школа. Выставка произведений. Каталог СПБ 1996 С. 6. Ленинградская школа. Афиша «Еженедельное приложение». Газете «Санкт-Петербургские ведомости». Ленинградская школа. Выставка произведений. Каталог СПБ 1997 С. 6. Иванов С. В. Неизвестный социализм. Ленинградская школа. СПБ 2007 С. 9. 20. 22. 24. 367. 390. 399. 404. 405. Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Е. Репина Российской академии художеств. 1915-2005. СПБ 2007 С. 77. Романычева И. Г. Академическая дача. История и традиции. СПБ Петрополь. 2009 С. 19. От 81 до 82. 131. Иванов С. В. Тихая жизнь за ленинградским столом. Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 23. СПБ 2012 С. От 90 до 97. Позднеев. Н. М. Весенний день. 80 лет. Санкт-Петербургскому союзу художников. Юбилейная выставка. СПБ. Цветпринт 2012 С. 208. Иванов С. В. Творчество и судьба Николая Позднеева. Петербургские искусствоведческие тетради. Вып 30. СПБ 2014 С. От 25 до 32. СПБ 2014 С. От 25 до 32.